Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Михаил, добро пожаловать на канал, продолжаем. Продолжаем наш квантовый скачок, мы по-прежнему играем за нашего старикашку итальянского графа Майя, продолжаем плести наши заговоры против наших врагов, творить чёрти что. Я немножко поменял настройки сообщений, поэтому надеюсь, что мы будем получать больше уведомлений теперь. И у нас родилась дочь тем временем. Ну, меня устраивает, как её зовут, вот, так что, окей, будет что будет. О, военную шапку одели. Замечательно, это что, мы возглавляем войска разве где-то? Нет, мы у себя дома находимся, почему же, чё ж не так? Так, почему мы больше не хотим убивать герцога? Он что, умер? Так, герцог правил в Пьемонте, умер. Ага! Умер! Ну всё, теперь у нас есть стопроцентно только один враг, от которого нам нужно избавиться. И, возможно, тогда душа нашего персонажа успокоится. Вот, это наш злейший враг. И тут даже есть желающие, кого можно подкупить. Вот, естественно, мы... Естественно, мы подкупим, подкупим всех желающих. Вот, замечательно. Замечательно, замечательно. Почему она не показывается в списке? Ну, и что, она не участвует в заговоре? Мы же только что её подкупили. Так, а мы себя тем временем плохо чувствуем. Заболели. Да неужели? Неужели? Эй, мои деньги ушли впустую. Кажется. Почему это она? Базовое нежелание. И, тем не менее, выздоровели. Не успели заболеть, как выздоровели снова. Хм. Я думаю, что мы отправим нашего мастера шпионить. Так, давайте посмотрим, где ты сейчас находишься. Так. В Вердене. Замечательно. Отправимся в Верден. Так. Тем временем, я утром просыпаюсь. И понимаю, что потерял все чувства к Теодоте. Нашей лаварской любовницы. Ну, такова жизнь. Мне стоит ей сказать. Так, тем временем, наш 15-летний сын успел А. Вот он достиг совершеннолетия. И уже является графом Салуци. Что очень хорошо. Династя наша распространяется. Это не может не радовать. Так. У нашего сына-наследника будет еще один ребенок. И надеюсь, что это будет сын. Так. Мир опасное место. Вот. И узнали о том, что кто-то пытается нас убить. Ну, можем отправиться прятаться. Но я думаю, что лунатику это не подобает. Правда же? Вот. Поэтому. Наши шансы стали немножко ниже. Это видно. Вот. И... Хотя мы отправили сюда нашего мастера. Шпионить, который увеличивает силу заговора. Тем не менее, шансы стали меньше. Поэтому это означает, что нас пытаются... Ну, о заговоре стало известно. Чем мы можем заняться? Давайте-ка проведем пир на весь мир. А, у нас денег нет. Нет. Слоп. У нас есть деньги. Почему мы не можем в таком случае провести? Что не так? А, ноябрь должен быть. Ну, так это скоро. Это замечательно. Замечательно. Вот в ноябре мы сейчас... У нас недостаточно престижа. А, замечательно. Пир мы не можем провести. Хорошо. Тогда давайте постараемся... Ну, что, на охоту мы не можем пойти? Какая печаль, беда. Кого еще мы можем тут поубивать? Графа о пули... Какой смысл? Так. Ну, и у нашего наследника родилась дочь. У него одни девочки рождаются. Какой-то... Какой-то... Кошмар. Хочет мальчика. Она уже никого не хочет, похоже... Вообще. Но... Что поделать? Управляющий в Вердене. В любом-то должен найти себе врагов нажить. Рано или поздно. Можно попытаться улучшать отношения, но эти отношения будут улучшаться с правителем, а не с людьми при дворе. Поэтому тут такой, а не вариант. Если они нас не любят, то нам ничего не добиться. Ух ты. Бургундия восстала, смотрите. Че хотим? Че за мятеж-то? Бургундию. Собственно, и хотят. Так. Лобардский... Лолардский мятеж. Лоларды снова поднимают голову. Хм. Ну... Будучи добрым христианином и абсолютным лунатиком-параноиком, мы не станем им мешать. Вот. Тем временем нам стукнуло 70. Может быть, все-таки мы можем это делать, чем-нибудь отметить, а? Давайте хотя бы летнюю ярмарку проведем. Возможно, люди начнут к нам лучше относиться, и нам удастся все-таки как-то... Так. Что такое тут происходит? Приезжают всякого рода министрели и так далее. В общем, все, кто несут развлечения. И показывают шоу марионеток. Привлекает мое внимание. Вот. Я слышу оттуда смешки. И просто откровенный смех. И посвистывание, такой волчий вой. В общем, после того, как я посмотрел некоторое время на шоу, которое показывает, я понял, что один из персонажей, которого изображают, это я. Но это не очень-то дружелюбно с их стороны. Меня изображать. Вы же что надумали. А кто их пригласил? Так. Тем временем, Шут, который также был приглашен на ярмарку, он бегал вокруг в такой смешной своей шапке с колокольчиками. И... В общем, он меня ударил. Все смеялись над его шутками. В общем, никто не считал это за оскорбление. Ну, хорошо. Ладно. Я предположим, что это было смешно. Убить его. К сожалению, шута здесь нет, поэтому убить мы его не можем. Но... Я предполагаю, что это наш дорогой Попа пригласил этих министрелей. И, возможно, ему стоит поплатиться за то, что он избрал, что эти люди были неосторожны. Он должен лучше соображать, кого он приглашает. Так. Тем временем, у нас тут монах. Он не дает нам спокойно вести праздник. Проповедует о грехах и о конце света. Вот. И... Кого-то его притчи отпугивают. Вот. Но в основном толпа над ним смеется и сбаскалит. Хм. Да, вышвырнуть его. Собственно говоря. Так. Ну и вот. У нас тут всякие лавочники продают разные товары. А теперь все. Праздник кончился и они уезжают. Замечательно. Получили престиж. И... Собственно, ничего хорошего. Но зато тем временем мы стали... Можем стать общительным персонажем. Потому что нам ко двору приезжает группа братья чьих рыцарей. Зотто. Кто такой Зотто? Кто такой Зотто? Кто из них Зотто? Ага. Наш бастард сынок. Будучи Каслером, он их встретил. И... В общем, им требуется наше внимание. Аудиенция. Ну что, давайте их... Давайте их пригласим. Да? Ну а почему бы и нет? Нет. Ну что за рыцарь? Я не доверяю всяким рыцарям. Не пускать их. Мало ли, что у них на уме. Никак нам нашего врага не убить, никто не хочет присоединиться к этому заговору. И несмотря на все праздники, которые мы проводили, привлекательнее для людей мы не стали. Поэтому... Вряд ли нам удастся убедить людей перейти на нашу сторону. Так. А тем временем церкви нужны цветные стекла для мозаик. И наша супруга за это ратует. Можно сказать о том, что она слишком явно выражает свое мнение. И отказать ей, в общем-то, в этом. Ну ладно, давайте пойдем у нее на поводу. В конечном итоге у нас неплохие отношения. Почему бы нам не поступить, как она считает нужным? Коллегия кардиналов. Меняется, меняется там. Смотрите, какой папа молодой. Ему всего 38 лет, надо же. Это, наверное, один из самых молодых римских пап, которых я видел. А Ломбарди очень неспокойное место. Постоянно какие-то мятежи. Давайте посмотрим, как тут дела обстоят. У герцогини пизды. Ну, она, хотя и вступила в обычный брак, но детей у них уже быть не может. Поэтому, если только она не родит ребенка от кого-то еще, а он будет вынужден признать, что это его ребенок. Ну, это такое. К тому же, это будет обычный брак, а не матрилинейный. И у нас, у наших детей в любом случае останутся претензии. Вот. У нас есть внучка. Внучка, которую отдали в обычный брак за наследника графства Таранта. Это будет наследовать пизу. Остальным детям ничего не достанется, естественно. Так. Герцог с Испалетой тем временем было узурпировано. Это прям по соседству от нас. Неспокойный сосед какой. Нарисовался. Может его грохнуть? Что-то у нас это дело как-то не движется. Давайте откажемся от наших заговоров. Вот. И... Грохнем нашего соседа вместо этого. Я убежден, найдется много желающих присоединиться к нашему заговору. Нет, желающих нету. Вот беда. Тем временем у нашего сына канцлера родилась... Ну, наша внучка, его дочка. Но у него уже есть сын, так что все нормально. Так, ну и что. Снова. Снова в этой... Мозаика. Нас преследуют мозаики. Но в прошлый раз они уже получили мозаику. Как бы... Куда им столько мозаик? Обойдутся. Так, больше воинов. Это замечательно. Претендовать на герцогство мы не можем. Папа Римский нам откажет. Давайте посмотрим других претендентов. Один из них наш злейший враг. Но в основном... На этом и все. Хм. Да, сфабриковать претензии нам, конечно, так не удастся. Мы будем долго фабриковать. Может быть мы найдем какого-нибудь другого канцлера? Давайте пригласим несколько знатных... Каких-нибудь дворян, может быть. И кто-то из них окажется более... Талантлив в этом деле. Ну вот, да, один. Более талантлив. Давайте его теперь назначим. И заставим его фабриковать претензии. Может быть у него что-то получится. Так. Церковь так жадна, жадная. Все время на все нужны деньги расходовать. Какой ужас. Так. У нас нарезался наш предварный. Видимо, один из тех, кого мы только что пригласили. И он утверждает, что он будет лучшим управляющим, чем один из наших текущих управляющих. Ну, да, наверное. Но тут я решаю, поэтому... Он останется на своей позиции. Тем временем... У нас есть внук, которого нам нужно, чтобы кто-то обучал. Ну, я думаю, что мальчику положено получить военное образование. Поэтому мы найдем у самого талантливого учителя в этом деле. Например, Попа. Он отлично сгодится на эту роль. Потому что, кроме него, я никому не доверяю. Вот. Можете не сомневаться, из него получится очень хороший маршал. Нет, конечно. Но... Какие странные решения порой не примешь. Теперь этот хочет стать управляющим. Это, конечно, замечательно. И он лучше, чем мэр. Но... Что я могу поделать? Так. Тем временем, одна из наших дочерей достигла... Совершеннолетия, можно сказать. И... Нам стало известно о ее странных наклонностях. Но, тем не менее, давайте найдем ей кого-нибудь. Какую-нибудь пару. Давайте снизим скорость где-нибудь до второй. Чтобы сильно время не летело. Впере хотят что нам ждать. Ну, в общем, найдем кого-нибудь. Хм. Кого-нибудь, кто был бы нам полезным союзником. Ладно, это подождет. Нам нужно заняться обучением внучке. Так. Ну, внучку. Внучку. Кто у нас будет обучать внучку? Нет. Дочери мы не позволим. Она, бог знает, чему может ее научить. Нет уж. Поэтому мы возьмем... Найдем какого-нибудь... Порядочного. Порядочного человека. Хм. Что-то тут порядочных людей-то не очень много. Ну, вот наша жена пусть займется. Ей там мы тоже можем доверять. Ладно. Стало быть. Продолжаем. Продолжаем искать для нашей... Дочери, да. Дочери. Хм. Ну, герцога Нужуйский, Фландри, Тюрингий, Корнуолла. Вождь в Брандсвике. Все они какие-то... Не впечатляющие. А вот... Вот этот, мне кажется, нормально подходит. Мы не скажем ему о том небольшом секрете. Вот. Давайте так поступим. Давайте так поступим. Замечательно. Так. Еще одна наша дочка, но эту, слава богу, не нужно пока выдавать замуж. Просто будем искать ей кого-то, кто будет ее обучать. Ну, давайте используем для этого... Давайте передадим ее Зотто. Чтобы он так не относился к нам плохо, а то мало ли что он задумывает. Нам этого не надо. Так. Ну вот, все. Отправили. И... Согласился, конечно же. Все замечательно. Отлично. Какой-нибудь теперь модный головной убор. Ладно. Разобрались со всей своей родней. Повышаем скорость обратно. Давайте до четвертой аж поднимем. Так, что там? Одна из наших супруг... Супруг. Одна из наших любовниц умерла. С естественных причин. Горе. Горе нам. Горе. Вот. А другая была назначена... Другая была назначена мастером шпионов. Вот. Но... А это нам ничем не помогает. И, кстати, что-то я не вижу, чтобы ее там... Чтобы было написано, что она обладает какими-то титулами, да? Она не является в совете. Видимо, я портрет перепутал, возможно. Но... В любом случае. Вернемся к нашей старой цели. Нет желающих. Ну как так? Вот нету и все. Так. Наша внучка. Теперь надо ее пристроить. Так, ну давайте до второй скорости опять снизим. И поищем ей кого-нибудь. Вот. Герцог Рашки. Что-то мало слишком. Так. С Византией связываться даже нет ни малейшего желания. Ты стар. Ты тоже... Это тоже старикан. Граф Корсики. С ними у нас уже... Это наш внук. Это неинтересно. Так. Граф Вероны. Староват. Каринф. Тоже это в Византии. Нас это не касается. О. Лузиньян. Лоб. Лузиньян. Это вряд ли нам подойдет. Так. Карказоны. Ну вот этот... Молодой парень достаточно такой. Но... Что-то как-то нет у меня им доверия. Так. Эрл Бетфорда. Хм. Во. Давайте будем... Для начала... Пошпионим за этим парнем. А не мы не можем за ним шпионить. А что такое? Почему мы не можем ни за кем шпионить? Хм. Вроде я за ним не шпионю. Я вроде ни за кем сейчас не шпионю. Вот за этим я могу шпионить. А затем я почему не могу шпионить? Что за дела? Самое главное, где бы мне теперь найти эту... Внучку. Это... Это не та ветка. Вот эта ветка. Так. Где там был? Так. Где он? Где он? Где этот парень? Хм. Похоже, что мы его упустили. Какая беда. А, нет. Вот же он. Тироль. Так. Не можем за ним шпионить почему-то. Он находится в другом королевстве, видимо, поэтому не можем. Вероятнее всего. Ну что. Давайте так поступим. Мне кажется, он будет достаточно рад. Должен быть рад, во всяком случае. А если будет не рад, конец ему. Так. Так. Ооо. А мы, похоже, решили еще и спиться на старости лет. В свои 73. Ооо. Монахи однозначно знают свое дело. Надо почаще посещать монастырь. Но мы не стали алкоголиком, к несчастью. Потому что тогда это был бы еще более колоритный персонаж. Так. Ну вот. Он согласился, и наша внучка уехала в Тиролию. Замечательно. Кстати, она не получает бонус мнения почему-то с нами. За то, что мы удовлетворили ее пожелания. Она же хотела замуж. Вот. Ну, почему-то. Ну что, теперь-то мы за ним можем шпионить? Нет, не можем. Тем временем мы узнали, что кто-то пытался нас убить. И уже не пытается. Наследник. Люцера. А кто следующий? Какой мне интерес. Вот этого. Мне это не интересно. Так. Дочка наша, она находится на Корсике. Может мы ее пригласим ко двору? Нет, она не хочет. Она любит своего сына. Поэтому хочет остаться там. Понятное дело. Так. Внучка, которую нужно обучать. Да у меня придворных скоро не хватит, чтобы обучиться. Обучать их всех. Это у нас будет разбираться в управлении. Поэтому мы дадим ее на обучение мэру Ибару. Он же мэр. Должен разбираться. Так. И другая внучка. А это у нас будет очень дипломатично. Это не то. Нам нужно ее обучать. Да. Она будет у нас очень дипломатично. И мы выберем вот эту барышню. Потому что у нее тут рукопожатие нарисовано. Поэтому мы ее выберем. Вот так. Замечательно. Замечательно. 73. Идем на рекорд. Кстати, бургундский мятеж кончился. Похоже, безуспешно. Чему я, собственно, не сильно удивлен. Если учитывать силу франкского королевства. Так. Ну и что. Больше добровольцев. Это все очень хорошо, конечно. Но... Здесь тысяча воинов. Это наш единственный возможный клейм. Был. Улучшили отношения с Папой Римским. Знаете, что я подумал? Мне кажется, нам нужно купить индульгенцию. Нам нужно покаяться. Покаяться во всех грехах. Во все... Все те люди, которых мы убили. Вот. И Святой Отец дал нам отпущение грехов. Славься, Господь. Замечательно. Замечательно. Ну, теперь ты уже готов помереть, нет? Я сделал все дела, какие мог. Хорошо, я лукавлю. Я сделал не все дела. Я не убил одного из наших врагов. Но никто не хочет нам помогать. Так. Ну что с нами происходит? Есть при дворе люди, которые посвятили себя обучению. И я очень хотел бы на них быть похож. Но, к сожалению, я не таков. Оскорбить кого-нибудь из них. Точно, мы так и поступим. Мы так и поступим. Вот. И мы стали... Гордили его. Что вы, книжные червяки? Другое дело, и я. Не знаю, не шишаю. А... Все туда же. Ага. Сильная девочка. Ну, сильной девочке. Понятно, что... Как у нее... Да. В свои 6 лет она уже палкой размахивает. Так что мы однозначно будем ее учить маршельскому искусству. Ну, а нет никого лучше нашего сына, кто мог бы ее этому научить. Поэтому... Тем более, что все равно у нее других... Других-то нету вариантов. Так. Давайте посмотрим, кстати, кто у нас там будет дальше наследовать. Кто такой Аду Маулинги, кстати говоря? Нет, это Аду. Так. Так. А дальше следующий у нас будет Катану. Катани. Это она? Это она. Замечательно. А мы ее только что отдали в обычный брак, да? Я такой молодец. Ну, что поделать. Я все еще надеюсь, что у него появятся сыновья. Ну, а если нет, то... Ну, нет, и сюда нет. Ну, и ладно. Так. Внук. Дорогой внук. Кто тебе дал такие отвратные трейды? Так. Давайте... Давайте хоть сами ради разнообразия займемся одним. Вот. А это будет наша внучка, которая, кстати, 15 лет, ей нужно уже подыскать кого-то подходящего. Пум-пурум-пум-пум. Это будет кто-нибудь с хорошим... У нас нет никого даже с хорошим образованием-то толком. Ну, вот, значит, эта девочка, это... Все. У нас нет никого сюда назначить. Теперь, да. Ну, значит, назначим Арберта. Почему бы и нет. Постараемся разузнать, кто против нас что-то замышлял пару лет назад. Знаете, что меня беспокоит? То, что эта девица так и не подарила, и она снова непеременна. У него нет сыновей. Меня это раздражает. Поэтому мы ее грохнем. Есть дофига желающих. Поэтому мы так и поступим. Боже, сколько же у нас детей. Всех надо обучать. Ты будешь управлением заниматься. Все. Так, замечательно. На 184% шанс уже хотя бы. Потому что наш управляющий нам помогает. Так, вот у нас появилась другая внучка. У которой, не в пример всем остальным, очень хорошее образование. Поэтому ей мы найдем... Так, это его... Вторая дочь, я так понимаю, да? Да, вторая дочь. Ну, вот ей мы будем искать уже в следующий раз жениха. Спасибо, что смотрели. Продолжение следует. Пока.